В столичных многоэтажках устанавливают новые лифты. Утром старые лифты сняли в высотке по улице Свердлова с подробностями Мария Китаева. Он же скрипел и трещал, и останавливался, и не работал, постоянно выключался. Так о своем старом лифте вспоминают жильцы дома номер 70. Здесь 16 этажей. И до сегодняшнего дня поднять домой стройматериалы, мебель, велосипед или коляску было проблемой. Лифт, предназначенный для больших грузов, постоянно ломался. Любовь Павловна с дачи привозит овощи и фрукты. Удобнее, конечно, пользоваться грузовым лифтом. Но однажды дачница в нем застряла. Очень приятно сидеть и ждать, пока придется тебя выпустят. Вылазит такую дырочку, тебе сделают и вылазишь в эту дырочку. Подобных историй у жителей подъезда немало. Он так в последнее время дрожал, что я вообще не пользуюсь лифтом, я боюсь. Я однажды выскочила на каком-то этаже, пошла пешком. Страшно было, да? Слава Богу, что меняет. У нас загруженность утром очень тяжело. Даже вот уезжаешь, когда люди едут на работу, тяжело очень уехать. Ну, иногда даже стучишь, думаю, что кто-то держит лифт. Не слышно же, идет он, не идет. А по лестнице пройдите по нашей, довольно-таки спускаться. Например, для меня я иду, у меня вот так вот голова кружится. Теперь в обоих подъездах высотки будут ездить новые большегрузные лифты. Утром рабочие сняли и увезли старые кабины. Они свой срок давно отработали. Прослужили больше 30 лет. Закрывались двери. Ребенок поставил, например, руку. Они прикрылись. И, по идее, должен сработать реверс. И двери должны открыться. Но не срабатывает. Здесь такая специальная штанга. Она немного непродуктивна. Новые кабины начали устанавливать сразу. В одном подъезде пол уже есть. На этажах повыше готовы и двери. Обязательно наладят связь с диспетчером. В прежних кабинах она тоже была, но не всегда срабатывала. Она была когда-то давно по пульту ПДЛ. То есть это были провода, они резались, обрывались, короткое замыкание. Они же на улице установлены. И сейчас, на данном случае, не было. А вот уже при покупке наших блоков диспетчеризации мы начнем устанавливать здесь диспетчеризацию. Механик будет с телефона видеть, лифт стоит или работает. И даже будут указаны, какие неисправности, если случились на нем, они уже есть. Он может взять определенный инструмент, определенные запасные части с собой. Новые лифты привезли из Беларуси. Они выдерживают больший вес, ездят плавнее и тише старых. Прослужат минимум 25 лет. После Свердлова рабочие перейдут на улицу 9 января. Там тоже лифты уже давно в аварийном состоянии.